добрый день всем и сегодня я продолжу наш расклад который делала прошлый раз кто он кто она который расширяет канал ленорман в прошлом ролике было вам задание домашние определить по этой по этому раскладу поэтому сейчас открою какой человек ну как открывают эти карты характеристику какого человека и вот было представлено два персонажа это киркоров и бутусов и значит мы должны были определить по этим картам на кого же сделан этот расклад и сейчас мы с вами правильный ответ найдем вместе давайте будем по порядку разбирать эти карты и в конце мы уже выясним на кого же был сделан этот расклад и так на позиции характера у нас выпала карта солнца это говорит о том что этот человек солнечный активный светит во все стороны позитивно настроен на позитивную волну и мы здесь можем сказать что эта карта она может принадлежать по это по первому уровню мы читаем как одному так и второму обои известные личности обои как бы такой на позитивной волне обои известные в структуре артистов певцов и все знают песни их любят поэтому вот по этой позиции мы не сможем определить конкретно кто из них филипп кирпу киркоров или вячеслав бутусов давайте же мы посмотрим какие же нюансы дает этому характеру другие карты сравнивая входя во второй и третий уровень и вот мы начинаем присоединять значит у нас идет конь на якорь и идет на карту письма значит здесь это говорится о том что этот характеру присоединяются такие черты по якорю что человек такой он скажем так если он что-то для себя выбрал он четко идет по этой линии что этот человек во всем стабильный что у него нет таких как бы метаний и карта бумаги на вот письмо конверт говорит о том что он занимается сочинительством что он сочиняет песни что у него есть дар писательства возможно если он будет писать книги то ему тоже это удастся то есть вот это вот дар вот это дар писательства прибавляет некую черту его характера это на втором уровне теперь давайте мы посмотрим дальше углубимся в третий уровень по характеру и уже посмотрим сочетание карта солнца со всеми всевозможными вариантами и здесь мы видим значит карта развилки потом идет у нас карта корабля и женщина здесь мы можем сказать что на характер человека повлияло некая дорога и корабль и два человека повлияло на него и в особенно женщина повлияло на этого человека это тоже если мы к обоим применим этот и тому и другому это свойственно и поэтому мы не можем определить конкретно кто из этих людей дальше углубляемся дальше значит посмотрим теперь у нас мы вертикальную линию и здесь смотрим что человек значит связанным солнце связываем с лилией и плюс с крысами вот это вот состояние тут говорят что были моменты когда его характеру было свойственно что он терял некую духовность и впадал в такие черты характера которые несвойственные благородному человеку который был на самом скажем дне который был вот карты крысы олицетворяют значит таких людей которые ну сами крысы то есть это может быть такая компания где и пил где там и разврат где там и драки вот такое нехорошее общество и вот здесь вот это характеру прибавляет что то есть человек это испытал что в то время него было это присуще этому характеру здесь мы уже у нас выделяется более конкретная личность кому это может принадлежать хотя конечно здесь может принадлежать и и филипп киркоров он не ангел и числа бутусов и потому что были скандальные истории с филиппом киркоровым из бутусовым тоже то есть как бы вот ну конкретно еще не выделяется на кого сделан расклад но уже мы видим что человек ему свойственно только хорошее идем дальше то есть вот теперь мы идем на характер который идет у нас по верте по диагонали здесь у нас карта солнце соединяется с картам с картой букета и с картой медведя вот это дает в характеристику человека что этот человек любит природу что этот человек любит все красивое этот человек любит комфорт что он сильный по натуре что если он может что-то решить он сможет преодолеть все препятствия перейти все те негативные черты характера которым например очень трудно себя изменить так а вот здесь этот человек может себя изменить если он захочет этот человек очень ресурсный и мы тут скажем что это тоже может принадлежать обоим как одному так и второму то есть они обои сильные любит комфорт любит красоту то есть по характеру мы поняли что мы не определим что что скрывают что хотят нам рассказать карты именно кого они здесь конкретно выделяют поэтому мы переходим к следующей позиции следующая у нас позиция это материальное положение и здесь карта развилка это говорит о том что материальные блага идут с двух источников есть два источника которые приносят им эти блага и тут же смотрим и карту ключ это у нас карьера и карта ключа говорит о том что человек сам раскрыл свой талант с ключик материальному свой свою карьеру сделал сам и здесь тоже мы не можем определить конкретно на кого кто-то там выделялся бодели бутузов или бутусов или филипп кирп коров обои они сделали сами себя и у обоих два источника дохода а давайте теперь мы перейдем на более глубокий уровень и посмотрим что же дальше вот смотрите здесь у нас карта развилки идет на ключ то есть что человек открыл что-то для себя какие-то источники дохода сам делал себя и плюс идет на крысы плюс идет на медведя то есть вот эта развилка которая идет на крысы говорит о том что был период в жизни человека когда денег у него совсем не было когда он все потерял когда он начал подыматься и как вот медведь он нашел те ресурсы которые смог он их как бы поднять и установить себя полностью и выйти со сам самого дна и вот здесь мы можем уже определить что здесь уже выделяется некая кандидатура потому что такого вот например у филиппа кирп корова не было когда у него не было совсем денег он когда стабильно идет у него значит все время эти деньги они его все время и он без денег не был а вот если взять путусов вячеслава туда у него были такие времена когда еще он жил с первой женой когда у него это слава была и когда он пал в пьянство когда он связался с такой с таким коллективом когда он беспрободно пил и когда он однажды проснулся он увидел что он лежит на на полу весь в крови подрался даже не помнит как он попал в больницу и после денег у него тогда как раз не было он же был как бы уже как бомж и вот тогда когда он вышел из больницы он именно решил что так жить больше невозможно так как он живет это действительно дно это действительно какая-то клака которая его затягивает и он нашел себе силы чтобы ему выйти с этого положения и стать и пойдем дальше пойдем расшифровать потому что смотрите вот этот медведь вот эта сила откуда он почерпнул эту силу эту силу он почерпнул от женщины а где он эту женщину встретил у нее встретил по дороге и он сам значит рассказывает что да если бы не не аджелика которую он встретил именно встретил ее случайно эта любовь была с первого взгляда она сразу поняла что это его человек несмотря на то что он был бомжеватого вида она его как бы сразу с ним как бы вошла с ним диалог не отстранилась от него и стала с ним общаться и вот благодаря ей вышел вот с этого состояния 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 скажем дна человеческого когда тебе ничего не хочется когда уже как бы ты поставил на себе крест и и вот смотрите здесь эта женщина она стоит на кресте то есть на ключе и на кресте то есть говорит о том что она нашла ключик к нему она дала ему этот ключик чтобы он стал медведем чтобы он вышел с этого состояния и плюс карта креста говорит о том что это крест всегда это христианство это христианский эгрегор и что она его привела к вере и именно сейчас путусов у нас человек верующий и он сам год почему я этого раньше не знал то есть вера спасает все и он уже стал читать там книги библии все и то есть это стало глубоко верующим человеком если значит взять у нас киркорова то он свою веру как бы он ее особо не выпячивает и нельзя сказать что он сильный верующий человек здесь же мы видим что это сильный верующий человек и здесь поэтому понятно что этот расклад больше подходит вячеславу бутусову ну давайте рассмотрим дальше все позиции мы рассмотрим дальше вот у нас позиция друзей здесь у нас выпал корабль это можно сказать что друзья карта корабля это далекие расстояния карта корабля это движение карта корабля это когда у человека много друзей и И можно здесь сказать, что эти друзья разные. Они находятся как за границей, так и здесь. Но самое главное из друзей... Вот смотрите, корабль приведет к женщине, что он выделяет женщину. И эта позиция подходит обоим. Она подходит к Вячеславу Бутусову и Киркору, потому что у обоих есть друзья, как за границей, так и в России. И у обоих есть значимая женщина. Например, Киркоров до сих пор не забыл Аллу Пугачеву. И он о ней вспоминает. И даже дочь он назвал в честь ее имени. И теперь мы смотрим дальше. Смотрим дальше. Это у нас позиция семьи. И здесь у нас стоит карта женщины. Когда стоит карта женщины, это говорит о том, что есть пара, что у человека есть жена, что он живет, что он в браке. И мы здесь можем сказать, что здесь как раз идет отличие. Вячеслав Бутусов, у него есть семья, у него есть женщина, у него есть жена Анжелика, которая дает ему вот эту силу. Видите, падает она на медведя и на ключик. И плюс, если мы смотрим диагональ, эта диагональ у нас идет якорь и письмо. Это говорит о том, что человек находится в браке, в официальном. И этот брак очень крепкий. Якорь дает эту стабильность, эту крепость. Если взять Киркорова, то у него нет женщины. Он живет один. И он для себя решил, что он будет одинок. И жениться он больше не будет. И вот если бы этот расклад был сделан на Киркорова, то вот здесь бы у нас стояла бы карта Бокасы, что нет семьи. Или бы карта Башнюк, что означало одиночество. Здесь же у нас стоит женщина. И поэтому опять чаша весов склоняется на Вячеслава Бутусова, что этот расклад сделан на него. Теперь переходим дальше к следующей у нас позиции, и следующая позиция у нас – это дети. Здесь мы видим, что дети есть. По первому уровню карта Лилии говорит, что да. По второму уровню мы смотрим, что мы сейчас идем конями и смотрим, какие эти дети, что дети созданы в крепкой семье, что он общается с этими детьми, конкретно с ними занимается. И если смотреть, сколько детей, то мы видим мальчик, девочка и две девочки. То есть детей много по позициям, по игральным значениям. Вот здесь вот видите, это король стоит, это мальчик на позиции ребенка. Дальше рядочком стоит девочка. И выше ты, на повыше еще одна карта стоит у нас, развилка, это девочка, можно сказать, две девочки. И да, действительно, у Вячеслава Бутусова три девочки, один мальчик. Одна девочка у него от прошлого брака. У Филиппа Киркорова двое детей, мальчик и девочка. И смотрите, обратите внимание, дети у нас стоят на карте письма, что говорит о том, что дети, все дети, они рождены законом браки. У Филиппа Киркорова, как мы знаем, законном браке, у него был один законный брак, это Алла, и от Аллы у него детей нет. Поэтому здесь опять идет минус на Киркорова и плюс на Вячеслава Бутусова. Дальше мы идем. Следующая позиция у нас это букет. Букет обозначает, то есть позиция означает у нас отношения с родственниками, как он с родственниками общается, все, что связано с родственниками. Здесь карта букета говорит о том, что родственников много и что общение с ними радостное, что эти отношения поддерживаются. И если мы смотрим, идем глубже на второй, третий уровень, то мы видим, что общение в основном идет по женской линии, то есть родители жены, родственники жены. И идем дальше, крест, что это все основано на таких традициях духовности. И если мы теперь пойдем еще плюс вот такими линиями, вот так и вот так, то мы видим, что помогается денежно. Вот эта карта, это карточки, что помогает он своим родственникам в денежном плане. И вот эта карта говорит о том, что он помогает не только родственникам. Вот эта карта Лилии, это карта благородства, карта того, что занимается благотворительностью. И мы здесь видим, куда идет благотворительность. Она идет на церковь, и идет благотворительность, возможно, там нуждающимся. Эта карта тоже может говорить о том, что это может как первому, так и второму принадлежать обои. Они общаются с родственниками обои, они сочтут вот эти вот семейные традиции, родственные традиции. И идем мы дальше. Следующая у нас позиция, это позиция у нас, это сексуальность. И здесь у нас выпала карта якоря. Карта якоря – это карта стабильности, карта стабильной интимной жизни. Здесь мы можем сказать, что про Филиппа Киркорова мы сказать не можем, потому что это все в секрете, как бы границ. Мы можем предполагать, что там есть, я не думаю, что там стабильная интимная связь, а там, скажем так, разнообразная, там ни одна поклонница. А здесь же говорится о том, что это стабильная, она вот заякорена на одном человеке, заякоренная. И это тоже позиция, как бы больше подходит Вячеславу Бутусову. Идем мы дальше. Следующая позиция, мы ее рассматривали, это у нас карьера. Мы ее уже рассматривали, когда мы рассматривали с вами материальное положение. И мы ее пропускаем. Идем дальше. Следующая у нас это тайна. И на карте тайна выпали у нас крысы. Карта крысы, она показывает какие-то неприятные вещи, которые хочется забыть. Это некие скандалы, скандалы с обществом. Выливается какая-то грязь наружу. Что-то очень сильно нехорошее обсуждается. Что рядом, видите, карта письма говорит о том, что это публикуется, что это всем известно. И что хотелось бы забыть. Есть такие моменты, которые, в общем-то, хочется не обсуждать. И плюс идет крыса, она падает на развилку, говорит, что вот этой тайны было две штуки, и что они хранятся и не раскрываются. Но можно предполагать, что это связано с потерей благородства, с потерей духовности, что это такие нелицеприятные вещи. И здесь, вот если мы рассмотрим на третьем уровне более подробно, плюс, посмотрите, вот если на втором уровне, да, идет на якорь, идет на развилку, что говорится, что этой тайны две, и что они как бы заякорены, что человек не отпустил это, он об этом все время думает. И если мы смотрим теперь на третьем уровне, по всем сочетаниям, то можем сказать, что человек, вот смотрите, идет крысы, лилии и солнце, говорят о том, что человек стало понятно, он, вот это что с ним было, он как бы это внутри себя проявил, разъяснил, понял, что, то есть то, что было раньше, то, что вот это было, что это как бы нужно отработать, что ему это стало ясно. И плюс, смотрите, он идет письмо, медведь и плюс крест, то есть это говорит о том, что вот это вот свое, то, что он скрывает, он отмаливает. И здесь мы тоже, я больше это склоняюсь к выводу, что это больше подходит к Вячеславу, к Вячеславу Бутусову, что именно он побывал на дне, у него были такие вещи, которые, ну и там есть, что, конечно, скрывать. У Филиппа Киркорова были скандальные такие вещи, которые опубликовались, тоже были, но не такого плана, как у Вячеслава Бутусова. Там, если он кого-то оскорбил, кого-то толкнул, на кого-то накричал, и вот это больше было, конечно, у него для пиара. А здесь же это было более глубоко, зацеплено более конкретно. И теперь мы с вами идем дальше. Вот эта позиция, на котором стоит карта письма, это она у нас рассказывает о том, какое хобби у человека. Карта письма, это говорит о том, что человек пишет, причем пишет такие вещи, которые становятся известными, и плюс это что-то связано бумагами, и бумага с читанием с букетом говорит о том, что это картины. И действительно, Вячеслав Бутусов, он очень хороший художник, он учился на это, у него огромный талант, есть именно в живописи, и он действительно рисует, вернее, пишет картины. И вот здесь эта позиция опять у нас выделяет Бутусова, как по его хобби. Если взять Киркорова, то его хобби, это больше пение, это больше театр, это больше игра. Здесь бы, конечно, стояла бы другая карта. Переходим к следующей позиции, и следующая позиция у нас, это карта здоровья. И здесь мы видим карту медведя, что ресурсность есть, что она заякорена, что человек решает свои проблемы, связанные с его здоровьем, поддерживает его. И медведь идет на развилку, идет на женщину. Тут можно сказать, что со здоровьем было не очень хорошо, но благодаря женщине, благодаря дороге, которая она ему показала, он полностью восстановил свое здоровье. И если вот эту карту рассматривать уже в другой плоскости по вот этим линиям вертикальным, вертикальным и горизонтальным, то можно сказать, что, вот смотрите, обратите внимание, было со здоровьем плохо, это крысы. Потом шло обследование какое-то и приобретение силы через свой путь, через христианство. И здесь тоже мы можем сказать, эта позиция больше подходит, описание этой позиции больше подходит к Вячеславу Путусову. И карта крест – это духовность, это христианский эгрегор, как мы уже говорили. И мы здесь видим, что вот если мы смотрим по линиям, то к этому христианству привела его женщина, его супруга. И что это надолго, эту линию, он не знал, куда пойти, именно потом, когда он пришел к христианству, он выбрал для себя это навсегда, потому что карта якоря, она как бы заякоряет это. И плюс, если походим конями, то смотрите, идет на корабль, идет на букет, что говорит о том, что это его радует, эта дорога его вдохновляет. Итак, девочки, мы делаем вывод по всему, что ранее было сказано, что это у нас Вячеслав Путусов. Этот расклад сделан Вячеславом Путусом. Это ответ на прошлое задание. Теперь мы переходим к следующему заданию, которое я для вас приготовила. Это у нас две женщины, на которые я сделала расклад, а на кого я конкретно сделала это. Вы попробуйте порассуждать и прийти вот к такому мнению, на кого же сделан вот этот расклад. На Азизу. Вот у нас, да, Азизу знаете. Или Вика Цыганова. Вот на кого из них сделан вот этот расклад. Не стесняйтесь, пишите под видео, ставьте лайки, если это понравилось. И приглашаю вас в свой клуб Ленорман, где мы разбираем такие задачки, учимся расширять свой канал Ленорман. И там еще очень много всего интересного. Если кому-то будет интересно, я напишу под этим видео свой WhatsApp, где мы можем с вами связаться и все обговорить. Всем добра, всем счастья. Пока.